У каждого есть своя история. Мы не делимся ею в социальных сетях. Мы делимся нашей приятной жизнью в социальных сетях. У нас есть, у каждого из нас есть темница, я просто хочу поговорить о своей. Большинство из нас не хотят говорить об этом. Я собираюсь поговорить о своей темнице. Умственная стойкость – это не то, что ты пробуешь на вкус, это то, в чем ты живешь каждый день. Добро пожаловать всех обратно на подкаст «Школа величия», у нас дома есть вдохновляющий Дэвид Гоггинс. Рад тебя видеть, чувак. Спасибо тебе. Книга Джесси и Цера «Жизнь с тюленем», и он начал рассказывать о своем опыте, и на самом деле он не упомянул твоего имени, потому что ты не хотел, чтобы тебя знали несколько лет назад. Но теперь ты хочешь, чтобы тебя знали, и ты повсюду распространяешь свое послание. И мне просто любопытно, почему тогда ты хотел, чтобы тебя не знали, но теперь ты действительно хочешь, чтобы твое послание было там. Ну, когда Джесси написал эту книгу «Жизнь с тюленем», мне оставалось примерно 2-3 недели до увольнения из армии. Чтобы ты знал, будучи тюленем, я не хотел, чтобы в этой книге упоминался Дэвид Гоггинс. Поэтому в ту секунду, когда книга появилась, я уходил на пенсию, так что книга вышла 15 ноября или 1 ноября 2015 года. А я ушел на пенсию в ноябре 2015 года. Вот почему. Это самая главная причина почему. А когда ты начал выставлять себя на всеобщее обозрение, давать интервью и рассказывать о своем послании, и ты попал в социальные сети. А затем начал делиться видео, когда ты решил это сделать. Ну, я общаюсь с людьми уже несколько лет, и мне это не очень нравилось, как будто мое мышление сильно отличается от мышления большинства людей. Это мышление типа «я не хочу, чтобы меня слишком много знали», «я не хочу, чтобы в моей жизни было слишком много посторонних», «я черпаю силы в тихом месте». И чем больше я рассказывал свою историю, тем больше я понимал, что это больше не Дэвид Гоггинс, тихий человек. Это Дэвид Гоггинс, парень, который в Инстаграм отвечает на это, отвечает на это, потому что я тоже парень, который всегда рядом, если кто-то обращается ко мне. Я не собираюсь сидеть сложа руки и говорить, «Ах, ты знаешь, неважно». Я собираюсь связаться с тобой в ответ, так что мне потребуется время, чтобы набраться сил и подготовиться к отъезду. Так что это было большим сдерживающим фактором для меня, чтобы попасть в Инстаграм и все такое прочее. Я все равно не силен в социальных сетях, но потом я понял, что у меня очень... Бог поставил меня в очень интересное место в жизни, где он сделал ад моим учителям. Он превратил ад в моего учителя. И многие люди этого не понимают. Поэтому я пытаюсь дать людям другой взгляд на жизнь, в котором неудача, от разочарования, дискомфорт, отличный инструмент обучения. И многие люди этого не понимают, и многие люди даже не поймут это интервью, когда мы закончим его. Но это те несколько моментов в жизни, которые у тебя есть, как и у меня, я всегда говорю об этом, Рокки 1, раунд 14. Этот двухутный 13-ти лет секундный клип, в котором Рокки встает, когда Аполлон сбивает его с ног. Этот клип, когда я переживал очень тяжелое время в своей жизни, я увидел, кем я хотел быть. И победил не парень. Это был не парень, который выигрывал все, что он делал. Это был парень, который продолжал вставать после того, как его сбили с ног. Я понял, что если эти две минуты и 13 секунд изменили мою жизнь, то это все, что в ней было, я увидел то, что мне было нужно в мире, в котором я жил. Может быть, моя история даст кому-то две минуты и 13 секунд, которые им нужны, чтобы изменить свою жизнь. Миллионы людей живут в очень удобном месте, это прекрасно, не слушай меня. Многие люди ищут эти две минуты и 13 секунд, и я мог бы быть этим человеком. Вот почему я начал делиться ими. Да, ты говорил об этом в самом начале, мне это нравится. Что ты здесь сказал? Твоя работа, стараться изо всех сил, это будет больно. Миссия состоит не в том, чтобы заставить себя чувствовать себя лучше, миссия состоит в том, чтобы быть лучше и оказывать большее влияние на мир. И похоже, ты понимаешь тот факт, что тебе нужно немного больше проявлять себя, это охватит больше людей и повлияет на большее количество людей. В отличие от того, чтобы всегда быть тихим. Я это от тебя слышу? Именно это. Мне нужно было найти золотую середину. Ты знаешь, мне нужно было найти золотую середину, потому что в чем смысл? Ведь у каждого из нас есть своя история, и я верю, что все мы учителя. Мы все учителя. А если ты чему-то не научишься и не отдашь то, чему научился, какой смысл жить? Да, ты тратишь впустую время. У тебя есть все эти знания о том, чему ты научился. Некоторые люди могут посчитать тебя сумасшедшим, некоторые люди могут, знаешь ли, присвоить тебе титул. Но это, знаешь ли, те немногие люди, которые говорят, знаешь что. Мне нужно это услышать. Так что ты должен проявить себя. Выставляя себя на всеобщее обозрение, я не рассказываю свою историю, я впустую трачу определенные аспекты своей жизни, не передавая это сообщение. Мне и я не понимал, когда ты живешь своей жизнью, ты не знаешь, что это делает с людьми, потому что это моя мальчик, это жизнь. Я не знал, что моя жизнь так плоха, потому что это моя жизнь. Это то, через что я прошел. Это норма. Да, но когда я начал получать эти электронные письма от людей, которые говорили, эй, знаешь, что ты изменил мою жизнь. Эта часть изменила мою жизнь. Эта часть твоей истории изменила мою жизнь. И потому что у меня так много разных сторон моей жизни, что так много людей находит отклик в разных местах. Может быть, это часть ожирения, может быть, это часть издевательств, может быть, это часть неспособности к обучению, может быть, это часть жестокого обращения с родителями. Что бы это ни было, так много людей черпают вдохновение из моей истории, что я начал получать эти электронные письма. И я подумал, Боже, человек, ты знаешь, и я очень верю во что-то более могущественное, чем я. Я не знаю, что это такое, но я не конечная цель. Так что я такой, я должен начать делать больше, если я прикасаюсь к жизням этих людей. Правильно. Может быть, мне нужно выйти сюда и сделать еще кое-что. Я еще не получил книгу. Вы, ребята, можете сделать предварительный заказ на книгу. На самом деле это распечатанный экземпляр скамбуза. Обязательно ознакомьтесь с этим, ребята. Вы не можете причинить мне вреда, овладейте своим разумом и бросьте вызов обстоятельствам. И когда я читал первую часть книги о твоем детстве, я имею в виду, что твой отец просто казался таким жестоким. Физически. Я имею в виду, что одно дело быть эмоционально жестоким, а другое физически, и когда у тебя есть и то, и другое. Это похоже на идеальный шторм, который создает предпосылки для хаоса в твоей жизни. И это прозвучало так, словно он был просто противным. Противным и во всем был ты виноват, и ты, мы всегда ошибались, и ты не соответствовал его стандартам. И ты, и твой брат, и твоя мама, и это было просто постоянное физическое насилие снова и снова. Я имею в виду историю о том, как ты просто наклонился, а он просто хлестал тебя снова и снова, и ты просто хватал ртом воздух, я просто подумал. Боже мой, это безумие. Верно, Ам. Как ты справился с этим? Как тебе понравилось, мальчик, преодолеть постоянное физическое и эмоциональное насилие? Это все, что я знал. Так что, когда ты рождаешься с этим, это все, что ты знаешь. Я имею в виду, ты знаешь, что что-то не так, потому что, по моему мнению, в детстве я мог сказать, чувак, то, как я воспринимал происходящее, было неправильно. Я имею в виду, что я страдаю от сильного токсического стресса, и это было одной из главных причин, по которой я начал. Вы знаете, у меня была неспособность к обучению. Моя цель в жизни была далека от цели. Я боялся. Я боялся всего на свете. И когда у тебя есть такой фундамент, когда ты растешь, и это то, с чего ты начинаешь жизнь, тебя бьют, издеваются. А также ты работаешь целыми ночами на катке, не ходишь в школу, и у тебя есть парень-алкоголик. А в ту секунду, когда он напился, он разозлился. И поэтому наш дом жил в страхе. И единственное, что никогда не выходит у ребенка из головы, это лицо твоей мамы. И как будто лицо твоей мамы. Ужас на лице твоей мамы. Так что ты знаешь, мне было наплевать на моего брата, мне было наплевать на себя, но я видел, как эта женщина превратилась из Мэри Поппинс, самого милого человека на планете Земля. И когда ты видишь, как твоя мама начинает превращаться в оболочку, в человека, чье лицо становится стоическим, в человека, у которого нет эмоций, и это меняет ребенка. А когда ты молод, и тебе приходится так быстро взрослеть, так что примерно в 8 лет мой разум был как у 40-летнего человека. В 8. Ты знаешь, моя семья, жизнь обрушилась на меня. И это заставляет твой мозг. Знаешь, ты не играешь на улице с детьми, ты пытаешься избежать побоев. Ты знаешь, ты избегаешь всего этого. Но потом ты возвращаешься домой, там должно быть безопасно, и тебя снова бьют. Точно. И что в этом смешного, мы жили на Парадайз Роуд, и это... Нет, это было что угодно, только не райский человек. Ты знаешь, как только эти двери закрылись. Ты знаешь, мой папа заставил всех по-другому взглянуть на него. Это верно. Это верно. И сам дьявол вышел наружу. Это было так тяжело, и вот почему мой фундамент был таким, таким разрушенным в юном возрасте. Я вырос с дислексией, так что я могу относиться к этому так же, как к постоянному чувству глупости и неуверенности в себе. Ты же знаешь, что у меня всю жизнь был репетитор. Пока я не закончу колледж, у меня будет репетитор. Уровень чтения во втором классе, когда я был в восьмом классе. Это было похоже на постоянную борьбу. Эмоционально. И я нашел эту одушину в спорте и сказал, я собираюсь просто тренировать себя, чтобы быть лучшим, на что я способен. В месте, где я могу научиться чему-то другому и приобрести другие навыки. Но с твоей неспособностью к обучению. С тем, что твой отец бил тебя, кричал на тебя, эмоционально бросал вызов твоему разуму. С расизмом, с которым ты имел дело, с различными трудностями, которые ты испытывал с хулиганами, что было самым трудным препятствием для преодоления. Самым трудным препятствием был я сам. Он. Я все больше и больше начинал понимать, что всех этих людей больше нет. То, что охотилось за мной, было мной самим. Я не могу контролировать своего отца. Я не могу контролировать людей, называющих меня ниггером. Я не могу контролировать все эти вещи. Но это были вещи, которые подавляли меня и начали становиться моей реальностью. Моя реальность была такой, какой они ее представляли. И я стал самим собой. Самый важный разговор, который у тебя когда-либо будет в твоей жизни, в твоей жизни, это тот, который ты ведешь сам. И мой разговор был абсолютно ужасающим. Я тупой. Я никто. Мой папа, я имею в виду, мой папа был великолепен в ментальной войне. Пьяный, неуверенный в себе мужчина, заставит всех вокруг чувствовать себя адски, потому что он не хочет давать тебе никакой власти. И вот почему он был так груб с моей мамой, со мной и моим братом, потому что он не хотел, чтобы кто-то был выше него. Он хотел держать тебя на низком уровне. Это была душевная пытка. Поэтому, когда в юном возрасте твои родители внушают тебе уверенность в себе, или ты никто. Так что этот голос в моей голове звучал так. Я неудачник. А затем это подтвердилось, когда я пошел в школу, и в третьем классе я отставал, они хотели отдать меня в специальную школу. Ты же знаешь, с детьми, которые не могут учиться. Тогда подтвердилось то, что говорил мой папа. Так что это подтвердило это. Потом я начал жульничать, так что я начал понимать. Знаешь что, я снова выбираю легкий путь. А затем все началось как снежный ком. Теперь дети называют меня ниггером. Но это были не все дети. Так вот, что происходит. У тебя начинает складываться такая картина, что все тебя ненавидят. Потому что твоя реальность становится такой большой, такой большой, что ты не можешь видеть четкую картину. Вот и все. Верно. Но это был весь город. Все ненавидели меня. Так что с самого начала. Это правильно. И именно тогда это стало ядовитым. И именно здесь я стал своим злейшим врагом. Вот такие разговоры. Когда ты начал понимать, что эти разговоры не поддерживали твою жизнь? Так что моя мама готовилась выйти замуж, и этот парень вошел в нашу жизнь, его звали Уилмат. Он вошел в нашу жизнь, и как я всегда говорю, всякий раз, когда моя жизнь становится лучше, Бог ставит передо мной еще один вызов. Его убивают. И мы возвращаемся в Бразилию. Итак, мы переезжаем из этого городка, этого маленького городка в Бразилии, и переезжаем в Индианополис, штат Индиана. Здесь намного больше чернокожих, намного больше разных цветов кожи. Разве ты тоже когда-то не жил в Нью-Йорке? Я родился в Буффало, штат Нью-Йорк. А потом мы переехали из Буффало в Индиану, а затем из Индианы в Индианополис, штат Индиана. Индианополис, штат Индиана. Ты знаешь, что его убили, когда я был в Индианополисе. Потом мы вернулись в Бразилию. Когда мы вернулись в Бразилию, именно тогда начался расизм. Ведь сейчас мне 16. Так что когда я впервые оказался в Бразилии, мне было 8 и 9 лет. Детям все равно. Ты же ребенок. Я выгляжу по-другому, но детям все равно. Дети не знают. Но когда я переехал и вернулся, я уже не ребенок. Так что со всеми детьми, с которыми я вырос, я теперь другой. Я другой. В моей школе учатся около пяти чернокожих детей, и ам, реальность наступила, когда однажды я вышел на улицу, а на моей машине было написано из баллончика Ниггер, мы тебя убьем. В Бразилии. Нет, нет, я виноват, Бразилия, штат Индиана. Да, я виноват, Бразилия, штат Индиана, да. Нет, 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 Бразилия, штат Индиана. Из Индианаполиса в Бразилию, штат Индиана, понял. И примерно в десяти минутах езды от Бразилии, штат Индиана, это маленький городок под названием Сентерпойнт, штат Индиана. Ага. А Сентерпойнт, штат Индиана, был в то время огромным центром КК. В 1995 году клан прошел маршем на параде 4 июля. И я не знаю, есть ли там фотографии, есть ли там какие-нибудь фотографии, но если нет, то в книге есть фотографии 1995 года. В десяти минутах езды от моего сожженного дома крестов. В десяти минутах езды от твоего дома? В десяти минутах от моего дома. Так что когда ты рос со всем этим негативом, а теперь ты изменяешь, и ты делаешь это, и твой отец бьет тебя. И знаешь, жениха твоей мамы убивают, и трагедия за трагедией, и трагедия за трагедией, и тогда ты приходишь к этому. А твоя мама работает на трех работах, ее вообще нет дома, она ни разу не видела ни одного моего табеля успеваемости. Она не знала, как плохо мне было в школе, она суетилась, пытаясь заработать деньги, а я был мужчиной в доме, лгал, скрывался. Не ходил в школу, обманывал правильно, делал все, что мог. Однажды я вышел из школы и увидел надпись ниггер, мы тебя убьем на машине. И я пошел, чтобы узнать принцип, произошло несколько подобных инцидентов, пошел, чтобы узнать принцип и принцип, у него ничего не было, он не мог дать мне совет. И я не хотел говорить об этом маме, потому что мою маму уже беспокоило то, что мой отец избивал ее, а теперь ее жениха убили, так что я не хотел ее беспокоить. Да. Верно. Я не хотел беспокоить ее чем-либо, чувак, поэтому держал все подальше от нее. Итак, я на автомойке, пытаюсь отскрести эту гадость, я пришел домой, и вот что случилось. Две недели спустя она получает записку из школы, в которой говорится, твой сын потерпит неудачу. Он не собирается заканчивать школу, а она такая, что это такое? И мне пришлось признаться маме в том, что я обманывал ее все эти годы, во всех издевательствах, во всем этом и прочем. И она была в таком тяжелом положении в своей жизни, что лучшее, что она могла сделать это сказать, эй ты, ты потерпишь неудачу. Ты провалишь школу. А я такой, боже мой, чувак, ну ты знаешь. Она была в темном месте, и я был в темном месте, и мы были как бы сами по себе и в одном доме, но жили разными жизнями. И в этот период моей жизни я понял, что она была отличной мамой, но я был предоставлен сам себе. И именно тогда для меня произошла настоящая большая перемена, поэтому я сказал. Я пойду в армию. 17-18, да. Да. Я хотел перейти на программу отсроченного поступления. И я пошел сдавать тест на АСВАП и жульничал. Это то, что ты знал. Это то, что я сделал. У меня есть мой друг, потому что я зашел в офис рекрутера, и рекрутер сказал. Эй, ты должен пройти этот тест на АСВАП. В ту секунду, когда я услышал тест, я подумал, чувак, подожди секунду. Я пойду, можно мне вернуться завтра. Итак, я возвращаюсь, и рекрутер начинает раздавать эти тесты. Я такой, отлично, я посижу со своим мальчиком, я буду копировать своего мальчика. У него был другой тест, чем у меня, поэтому я не мог скопировать его. И вот тогда загорелась лампочка. Так что я несколько раз проваливал этот тест. Я провалил его дважды. Я действительно провалил экзамен, я провалил его дважды, а в третий раз я сказал. Мама, мне нужна помощь. А она сказала, у нас не так много денег, но мы можем позволить себе репетитора на один час в неделю, в течение шести месяцев, потому что это мой последний раз, когда я беру уроки. Проверь. И поэтому мне пришлось учиться. Так что у меня был уровень чтения в третьем классе. Я учусь в младшем классе средней школы. Итак, у меня было шесть месяцев, чтобы выучить все эти вещи, и у меня был репетитор только один час в неделю. Так что по сути случилось так, что она приходила на час, а я не брал трубку. Все, что угодно. Я просто ничего не мог сохранить. И мне нужно было так многому научиться, что это ошеломило меня. Так что по сути произошло следующее. Я понял, что мне нужно зайти в магазин и купить блокноты на спирали, и мне пришлось буквально многократно записывать каждую вещь. Вот так, на изучение того, что может занять у тебя час, у меня ушло часов шесть, восемь, девять, десять. Я бы записал то же самое. Да, я слышу тебя, чувак. Это моя жизнь. Это моя жизнь. Да, так что на самом деле я этому так и не научился. Я мог просто вспомнить это, записывая так много раз, что на семьдесят первой странице я помню, что видел это. И вот как я это сделал. И в конце концов я сдал этот тест. Это безумие. Какой самый большой урок, по мнению твоей мамы, ты получил, когда рос? Честно говоря, самый большой урок, которым она когда-либо считала меня, это урок, которого она на самом деле не знала, она не знает, насколько сильно она думала обо мне. Потому что она не очень-то была в режиме преподавания. Мой папа забрал ее душу. Но то, что я делал в детстве, я наблюдал за всеми. Я не был по-настоящему умен в книгах, но я был по-настоящему умен, когда это воплотилось в жизнь. И я мог сидеть, сложа руки и наблюдать за ее ошибками. Я смог увидеть, как она боролась по жизни и как я не хочу бороться по жизни. И я смог увидеть, что она никогда не поднимала меня на руки. Самое большое, что она сделала для меня, и это честная Божья правда, и она даже не знает, что сделала это. Когда я надрывал себе задницу, когда терпел неудачу, когда я был на дне канализации, она никогда не поднимала меня. Она никогда не давала мне это печенье и не говорила, «Эй, сынок, ты знаешь, все будет хорошо». У нее не было на это времени. И иногда она расстраивается, когда я говорю о своем прошлом, потому что это выставляет ее не самой лучшей мамой. Если бы у меня была какая-нибудь мама в таком окружении, я бы никогда этого не сделал. Потому что она заставила меня по какой-то причине, она заставила меня сказать, «Тебе лучше разобраться в этом, или ты станешь статистикой». И это то, чего она не сказала мне. Я это понял. Это мир, который находится передо мной, и то, что делает большинство людей, это то, что они видят этот мир и смотрят на него, как на предлог, чтобы выбраться из него. Я начал смотреть на это так, как будто это идеальная тренировочная площадка на всю оставшуюся жизнь. У меня есть все эти ценные уроки, потому что, если посмотреть на мир прямо сейчас, сегодня это не самое приятное место, но я очень готов к этому. Я готов к этому. Я готов ко всем неудачам, которые ждут меня на этом пути. Я готов ко всему по-своему, и это самый большой урок, который она преподала мне, не уча меня, никогда не говоря. Все будет хорошо. На самом деле она сказала мне прямо противоположное, «Жизнь, отстой». Это была ее реальность. Да. И я это видел. И так я начал в тот момент своей жизни. У меня было намного больше неудач, как вы видите в этой книге, но я пошел по пути, вместо пути, знаете ли, наименьшего сопротивления. Я начал выбирать путь наибольшего сопротивления, чтобы подготовиться к путешествию, которое предстояло мне. А большинство детей не готовят себя к этому, самое сильное сопротивление, они хотят выйти из положения. Сорвись с крючка. Не добавляй лишних ударов. Им нужен самый простой путь, чтобы попасть в правый верхний ряд. Здесь ты говоришь о том, как по-настоящему погрузиться в боль, как принять боль и найти, найти боль. И я думаю, что есть что-то вроде безопасной боли, а затем, вероятно, есть небезопасная боль, такая же, как прыжок со здания, и вы знаете что угодно. И попытка приземлиться на 20 этажей, или что-то в этом роде, это, вероятно, небезопасный способ делать что-то. Но пробежать 200-миль на выносливость, это как по-другому взглянуть на боль, посмотреть на боль. И это то, что я искал всю свою жизнь. Это как найти боль. И я говорю примерно так, делай каждый день что-нибудь болезненное в этой хорошо структурированной среде. И ты делаешь это последние пару лет. Ты как будто тренируешься каждый день. Ты не пропустил ни одного дня. Я делал это последние 20. 20 лет? 20 лет? Или там сказано 2 года? Нет, 20 с лишним лет моей жизни. Так вот, раньше я брал один выходной в неделю. Раньше я брал один выходной в неделю, чтобы организм восстановился, верно? Имеет смысл. Но этот выходной был днем активного восстановления, когда я садился на тренажер и катался около двух часов. Но с частотой сердечных сокращений в зоне 1. Очень низкая частота сердечных сокращений. И я бы заменил углеводы в своем организме во время езды, потому что лучший способ восстановиться для меня, это делать что-то с очень низкой частотой сердечных сокращений. Потому что таким образом ваша кровь течет по вашему телу. И твоя кровь течет по твоему телу, наполняясь питательными веществами, потому что тогда твоя кровь течет, питательные вещества проходят через все твои клетки в твоем теле. Весь этот гликоген теперь течет с низкой частотой сердечных сокращений. Так что это не сжигание его, а дозаправка. Раньше так было каждое воскресенье. И это как снежный ком превратилось в то, во что мы верим как люди, так что многие люди, прежде чем я даю им план тренировок, говорят о восстановлении. Все, кто слышит, как я говорю, хотят сразу перейти к восстановлению. Сначала потренируйся. Сначала выясни, как восстановиться, да. Сначала потренируйся. Мы всегда ищем, например, всякий раз, когда я разговариваю с людьми, люди воспринимают мои слова и излагают их так, как они хотят чувствовать себя комфортно. Этот парень, они хотят посадить тебя в коробку. Они хотят присвоить тебе титул. Нет. Ты присвоил титул мне, чтобы заставить себя чувствовать себя лучше. Если ты прочитаешь эту мою книгу, ты поймешь, откуда я пришел. Этот человек не был сложен. Этот человек не был создан Богом. Этот человек, извини, этот человек был сложен. Я создал этого человека. Я создал этого человека, погрузившись в неуверенность, которую дала мне жизнь. Ведь теперь они твои, они принадлежат тебе. Если ты не умен, называй себя глупым. Все в порядке. Потому что ты такой и есть. Но прими эти знания, ты принижаешь себя. Если ты толстый, называй себя толстым. Раньше я весил 300 фунтов. Мы хотим говорить с собой так мягко, мы ищем этот день восстановления, а этот день восстановления, это все в твоей жизни. Все в твоей жизни, это день восстановления, мы ищем его. Он не наступит. Он не наступит. Переживи этот день восстановления. И это менталитет, который я взял с собой. И в результате этого процесса произошло то, что все легкомысленные вещи жизни начали уплывать прочь. Я привык лгать людям, чтобы понравиться им, потому что я был таким неуверенным в себе. Когда ты начинаешь строить себя и у тебя появляется единственное, чего нам не хватает, это уверенности в себе. Настоящая подлинная уверенность, полученная от тяжелой работы. Все остальное уходит. Ты больше не обращаешься к другим людям за своей самооценкой. Это верно. Теперь ты знаешь. Сейчас я вхожу в комнату и знаю, сколько часов, лет и десятилетий я вложил в Дэвида Гоггинса. Это уже что-то, этого нет на стене. Это не трофей на стене, это не медаль у тебя на шее. На самом деле это чувство в твоем сердце, когда люди спрашивают, почему ты никогда не улыбаешься. Я не обязан этого делать. Да, у меня действительно стоическое выражение лица, но чувство, которое у меня в душе и в сердце, вот почему мне не нужно улыбаться. Мне не нужно улыбаться. Мне не нужно, чтобы ты смотрел на меня и говорил, о боже мой, ты выглядишь счастливым, потому что половина из нас несчастлива. Мы даем тебе то, что как мы думаем ты хочешь увидеть. Я больше так не делаю. Мне все равно, как ты воспринимаешь Дэвида Гоггинса, потому что в своем путешествии я понял, чего мне не хватало. Я думал, что это машины, я думал, что это женщины, я думал, что это деньги. Я думал, что это все. Единственное, чего мне не хватало, это мужество посмотреть себе в лицо. И как только ты будешь делать это ежедневно, дело не в беге или люди просто будут спрашивать, тебе обязательно тренироваться. Откуда я взял свою трудовую этику, так это те часы, которые мне пришлось потратить на изучение этого. Когда ты садишься, ты не очень умен, у тебя инвалидность, и ты все еще хочешь быть лучшим в своем классе. Я не хотел просто пройти мимо. Когда я понял, что могу учиться, выполнять тяжелую работу, и могу побить выпускного в школе, но мне приходится уделять на 10 часов больше в день, чем ему. Ты знаешь, какая сила исходит от этого. Когда ты сидишь, этот парень, этот выпускной экзамен учится целый час, и ты знаешь, я поймал тебя. Я поймал тебя. И я тупой. Но у меня есть трудовая этика, чтобы поймать тебя. Вот это Дэвид Гоггинс по-настоящему изобрел, сидя за кухонным столом с 20 блокнотами на спирали, которые были пустыми, а затем через 3 месяца заполнились. И когда ты можешь пройти через это, они все еще хранятся у меня в хранилище, ты просматриваешь эти спиральные блокноты своей жизни и думаешь, вот как я научился, это невероятно. Там нет миль. Дело не в милях. Дело в этом. Нужно быть дисциплинированным, чтобы каждый день говорить, чтобы выучить эту математическую задачу, мне потребуется 10 часов. Вау. И ты понимаешь, что благодаря тяжелой работе ты можешь превзойти любого, каким бы крутым он ни был. Но это та часть, в которую люди не хотят погружаться. Когда кому-то не хватает уверенности в себе, какой ответ ты бы ему дал, если бы он спросил, как мне обрести больше уверенности в себе? Ты должен начать погружаться в те вещи, которых ты боишься. Ты не обретешь уверенности, отправившись в то место, где тебе хорошо. Это будет ложная реальность. Когда вторая жизнь бросает тебе этот вызов, все, что ты хочешь сделать, это вернуться к тому, что придавало тебе уверенности, или к тому, что придавало тебе уверенности. Это то счастливое место. Нет. Что придает тебе уверенности, что придало уверенности мне. Так это то, что я провел годы за кухонным столом, пытаясь научиться читать и писать самостоятельно, понимая, что не могу учиться так, как учишься ты. Я не могу. Но я могу научиться. Что придает тебе уверенности, так это то, что ты не боишься. Это преодоление страха. Раньше я сильно заикался, так что прямо сейчас я не знаю, сколько людей будут это смотреть. Ты знаешь, что придает мне уверенности, так это осознание того, что мне больше все равно скажу я тебе или начну заикаться. Вот что придает мне уверенности, это смотреть правде в глаза, преодолевать их. И может быть я не преодолеваю их каждый день, но сталкиваюсь с ними лицом к лицу, и сталкиваюсь с ними, и сталкиваюсь с ними, довольно скоро вот так. Знаешь, чувак, вот где это. Это не в той зоне комфорта. Это в зоне дискомфорта, вот где крепнет моя уверенность в себе. Вот где она крепнет. Но люди хотели, а не хотели более простого ответа. Должен же быть более простой способ Его нет Мне жаль Я искал его всю свою жизнь Я так и сделал МММ В наши дни я тренирую многих людей, миллиардеров, которые звонят мне по телефону и говорят Чувак, мне все еще чего-то не хватает Это потому, что они делали то, в чем были хороши, и у них есть эта прекрасная семья, два или три дома, машины, все У которого есть все на свете Со стороны выглядящей так Боже мой чувак, как ты можешь быть несчастлив Я хожу с рюкзаком, в котором лежат все мои вещи, без машины, и я хожу самым счастливым человеком в мире У тебя ничего нет Я нашел весь ключ к жизни Дело не только в этом Ты должен посмотреть себе в лицо Так много людей дожили до ста лет и умерли несчастными имея все, потому что их никогда не осматривали, я называю это моим живым вскрытием Ты никогда не осматриваешь это Счастье, покой, просветление, все это здесь, чувак Все это здесь наверху И когда я начал так говорить, люди сказали, чувак, ты знаешь, я не знаю Это правда, чувак Все здесь Ты просто должен пойти и посмотреть правде в глаза И это самое трудное В чем твоя самая большая неуверенность сегодня? Не будь высокомерным, у меня ее нет Какая у тебя была последняя неуверенность и когда это было? Последняя, которая была у меня, наверное, все еще была у меня Я все еще живу, потому что я всегда говорю о том, что я плачу за аренду, так что мы жили, мы жили в квартире за 7 долларов в месяц, когда я рос, и это в Индиане Похоже, у нас было много денег в Буффало, и когда моя мама ушла от моего отца, мы какое-то время ни на что не годились, пока она не встала на ноги А это место за 7 долларов в месяц раньше было моим, оно было тем, кем я был Я был никем, я был в канализации, моей мамы там не было, у меня ничего не было И тебе всегда кажется, что у тебя ничего нет Я так многого достиг Я был морским котиком, я прошел школу рейнджеров Я прошел отборочную подготовку в Дельта Форс, я так много сделал, я пробежал 200 миль, рекорды подтягиваний, все такое Научился читать и писать, стал довольно умным, а я все еще думал, чувак, что со мной не так И я рассказываю об этом в последней главе этой книги Я серьезно заболел, и мне было около 38 лет Сейчас мне 43 И моя жизнь стала очень спокойной Я прошел путь от пробежки 205 миль за 39 часов до того, что не мог встать с постели Врачи не могли понять, что со мной не так, но опять же, это было лучшее, что когда-либо случалось со мной В тот момент, когда вся моя жизнь изменилась, я превратился из парня, который тренировался каждый день, тренировался каждый день, в парня, который не мог встать с постели У меня отняли мою жизнь Единственное, что поддерживало меня, это мои тренировки У меня ничего не было Ты должен был сидеть один и не тренироваться Это вау Я не думал, у меня не было времени подумать о том, что я сделал в своей жизни Я не задумывался Я делал все это, но финишной черты не было Я все еще верю в это, но у тебя должно быть время проразмыслить Я как раз собирался уходить Я бы даже не стал, я бы финишировал в гонке жизни и даже не получил бы свою медаль Я бы пошел дальше Я бы сел в машину и поехал Поехал, мне на это наплевать Нет, большинство людей сидят сложа руки И это то, что им нравится Им нужна церемония, я чего-то достиг Я ничего не сделал Пойдем, пойдем, пойдем Я только начинаю Правильно, когда я начал разбираться в жизни Я так много оставлял в баке Что назвал это своим правилом 40% Я так много оставлял в баке Как только я понял Боже мой чувак, я был тупым толстым ребенком Над которым издевались И нет, я человек весом 180 фунтов Который потерял 106 фунтов менее чем за три месяца Научился читать, научился делать это Научился делать это И это было похоже на Мне нужно больше Я подпитывал свой разум всем И у меня никогда не было времени сказать Боже мой, ты пришел из этого ада и ты здесь И так это неуверенность И вот как я это лучше всего объясняю Тренировка тюленей стала довольно сложной И многие парни не справлялись с ней Поэтому они разработали программу подготовки тюленей Да И это было два месяца назад В последние два года перед тем как я уволился из армии Они послали меня туда тренировать этих детей Чтобы они готовились к БАТ-ЭС 18, 19, 20-летние Да, маленькие дети Так что когда они добрались до тренинга «Морской котик» Они были настоящими физкультурниками Они бегали, плавали, я имею в виду Они были гибридами Но они добрались бы до БАТ-ЭС И такое же количество людей уволилось бы Вот почему Мы тренировали более крупных, сильных, быстрых лодырей Дело не в том, что это правильно Мы не ныряли в канализацию У каждого есть своя история Мы не делимся ею в социальных сетях Мы делимся нашей приятной жизнью в социальных сетях У нас есть, у каждого из нас есть темница Я просто хочу поговорить о своей Большинство из нас не хотят говорить об этом Я собираюсь поговорить о своей темнице Я не проникал в темницу умов этих парней Я не создавал эту так называемую ментальную стойкость Ментальная стойкость это не то, что ты пробуешь на вкус Это то, в чем ты живешь каждый день Поэтому, когда с этими детьми случалось что-то тяжелое на адской неделе Это опиралось на что-то, что делало их очень неуверенными в себе И они искали утешения Всякий раз, когда приходит жесткость И ты не знаешь, когда это произойдет Для тебя это может быть иначе, чем для меня Но ты возвращаешься к своей неуверенности А затем, когда ты возвращаешься к своей неуверенности Ты ищешь утешение в этой неуверенности И мы все ищем то печенье, которое твоя мама давала тебе, когда тебе было грустно, когда ты болел Мы ищем нашу жену или нашего мужа, мы ищем утешение Именно в такие моменты ты должен переучить свой разум мыслить по-другому в аду Я не учил их этому Я не учил себя этому, потому что в то время МММ Физический стандарт Физический стандарт, это не то, чему они должны были соответствовать Это ментальный стандарт, которому ты должен соответствовать в жизни Так что возвращаясь к тому времени, когда я был болен, я соответствовал физическим стандартам, я не соответствовал ментальному стандарту Ментальный стандарт таков, ты должен знать, как далеко ты продвинулся Я не был таким, я прошел 8000 миль от того места, где начинал, но если ты никогда этого не узнаешь, ты все еще на уровне 7 долларов в месяц Когда я был болен, я смог замедлить это и оглянуться назад на всю свою жизнь и на ту кровать, когда я думал, что умираю Потому что эта история длинная, эта больная часть моей жизни длинная Мне было все равно, умру я или останусь в живых, потому что я впервые в жизни был счастлив и спокоен Потому что я вспомнил, с чего начинал Когда ты сам разберешься в этом, сколько у тебя гордости, достоинства и самоуважения Вот почему я хожу по улицам с рюкзаком и просто говорю, мне больше ничего не нужно Ты выясняешь это, заглядывая внутрь себя, воздействуя на менталитет жертвы Ты всегда жертва, даже если у тебя есть все в жизни, пока ты не поймешь, чего ты достиг Сначала ты должен осознать, чего ты достиг Моя мама так многого добилась в своей жизни со времен моего отца, но она не сделала и этого шага Она не признает этого и не размышляет об этом в темницу своей прошлой жизни и жить в этом пространстве по сравнению с тем пространством, в котором она сейчас находится, и размышлять о нем Боже мой, это то, что я сделал со своей жизнью Так что ты должен быть готов пойти туда, ты должен быть готов действительно пойти туда, а не на поверхность, я не живу на поверхности чего бы то ни было Поверхность это то, что привело меня туда, где я был Это подняло меня со 175 фунтов до 300 фунтов, говоря всем, что я хорош, мне наплевать, я хорош Нет, это пустые слова Многие из нас говорят пустыми словами Я привык говорить пустыми словами Я больше этого не делаю Все, что слетает с моих губ, имеет смысл, реально И у всех нас есть эти чувства в наших телах, в наших умах, в наших душах Я действую в соответствии со своими Многие из нас, кто чего-то боится, мы позволяем своему разуму выбрать путь наименьшего сопротивления, поэтому мы идем другим путем Когда я чего-то боюсь, это говорит мне, что ты должен победить это Ты должен это сделать Ты должен идти этим путем И большинство из нас не понимают этого менталитета Мы идем налево и удивляемся, почему мы чего-то не достигли в своей жизни Это потому, что мы продолжаем идти по намеченному пути, и я смотрю на это так Я говорю в жизни так Многие из нас в жизни хотят ехать по четырехполосному шоссе, на котором есть дорожные карты и все такое прочее, чувак Он говорит тебе, куда ехать, заправочные станции, следующие десять миль вверх, ты увидишь Макдоналдс или бочку с крекерами Это самый простой маршрут Очень немногие из нас хотят ехать в правую сторону Это бочка с крекерами, это жизнь на Среднем Западе Я из Огайо, это все, это все человек с крекерами Ха-ха-ха, чувак, это потрясающе, навевает воспоминания Это мощно, потому что я говорил это людям, я жил так неосознанно, всю свою жизнь, как будто чего бы я не боялся, когда я учился в старшей школе, я начал делать эти вещи Я просто подумал Я устал бояться, поэтому мне нужно делать то, что пугает меня больше всего Ты знаешь, я много говорил об этом в подкасте, Тиффани слышала, как я делился этими историями, но я боялся разговаривать с девушками, когда был подростком Я боялся танцевать верно Я боялся всех этих разных вещей, и поэтому я сказал, я хочу сделать это, я буду бросать себе вызов каждый божий день, пока страх не уйдет И я чувствую, что это то, что должны делать все мы Я слышал, что это то, чем ты занимаешься, как ты живешь своей жизнью И это помогает мне чувствовать себя намного увереннее Когда ты преодолеваешь этот страх сказать, это больше не властно надо мной, это похоже на то, что ты можешь быть более спокойным в своей жизни Большинство из них, например, я никогда не думал, что в своих самых смелых мечтах смогу стать морским котиком Это до тех пор, пока ты не откроешь свой разум, непредубежденность создает это Мы все отключаем свой разум, как, например, когда я побил рекорд подтягиваний, все вокруг меня, кто слышал, что рекорд подтягиваний составил 4020 подтягиваний Это первое, что они сделали, о боже мой, 4000 за 24 часа или это было Да, это 4020 подтягиваний за 24 часа Первое, что я сделал, вместо того, чтобы закрыть свой разум и сказать О боже мой, это безумие, я пошел, взял ручку и точно Вместо того, чтобы отнимать жизнь и превращать ее в нечто грандиозное, начни разрушать ее Начиная ломать его И большинство из нас живут в коробке, и мы вообще не хотим выходить за пределы этой коробки За пределами этой коробки есть все эти возможности жизни, но мы это делаем, мы сковываем свой разум и становимся пленниками собственного разума, что это все, что я могу сделать Это все, в чем я хорош И мы отнимаем у тебя возможность быть тем, кем ты мог бы быть, ты мог бы быть тем, ты мог бы быть всем этим И я никогда не думал, что при весе в 300 фунтов я смогу быть морским котиком Так что если бы мой разум был скован, мы с тобой никогда бы не встретились Не было бы никакой книги Не было бы никакой книги Не было бы ничего Так вот чего люди не понимают Так это того, что они живут для себя, не зная, что у тебя внутри есть сила изменить миллионы жизней, встретившись лицом к лицу с жизнью, встретившись лицом к лицу с самим собой И из-за этого я умер бы, так и не узнав, что у меня есть сила изменить миллионы жизней И что преследует меня больше всего, люди спрашивают меня, что преследует тебя больше всего Что преследует меня больше всего, так это то, что если бы я умер с весом 300 фунтов, допустим, мне было бы 75 лет, я попал бы на небеса А у Бога есть такая карта жизни каждого Бог знает все Давай скажем так Мне все равно, во что ты веришь, это не имеет значения, я никого не осуждаю Но давай предположим, что мое дело Бог Ты попадешь на небеса, я весю 300 фунтов, я сажусь, я был терминатором тараканов всю свою жизнь, и мы сидим вот так, ты Бог, а я Дэвид А на карте есть все эти разные вещи, но на ней написано мое имя, но эти вещи не я Я собирался изменить мир, я собирался устанавливать рекорды, я собирался стать морским котиком, я собирался добиться всего того, чего я достиг в армии, ты получишь награду в ФВФ Тебя будут чествовать здесь, чествовать там, и я такой, боже, и это был не я Тут вроде как написано Дэвид Гоггинс, я был парнем из эколаборатории, опрыскивавшим тараканов, и я весил 300 фунтов Здесь написано, что мне 185 Здесь написано, что у меня степень бакалавра и магистра Здесь написано все это А Бог говорит, нет, вот кем ты должен был быть Мой самый большой страх в жизни, это если в этом мире есть место последнего упокоения, и есть страшный суд, и ты разговариваешь с чем-то гораздо большим, чем ты сам Я не хочу садиться и вести разговор с кем-то, с чем-то, что говорит, ты на небесах Это то, чем ты должен был быть на земле, и ты действительно сейчас на небесах или в аду Я думаю о том, как много я оставил на столе из-за страха, из-за того, что не хотел перелезать через стену, и через следующую стену, и через следующую стену Так что в глубине души я верю в это, и Бог знает все По крайней мере я в это верю Я хочу, чтобы Бог был там прямо сейчас, когда мы разговариваем, записывая все, говоря, Боже мой, Он превзошел даже мои ожидания Вот как я живу своей жизнью Теперь я знаю, что человеческий разум не ограничен Нет никакого ограничения Мы сами его ограничиваем Это верно Оно есть Я Я в это не верю Потому что одна вещь, которую я узнал, заключалась в том, что я делал это в течение нескольких лет, я давал себе выход Когда я был, когда я весил 300 фунтов, когда я был, вплоть до тех пор, пока мне не исполнилось 24 года Я взбирался на гору, я падал обратно, я начинал карабкаться, я падал обратно, в течение первых 24 лет моей жизни Я провел свою первую адскую неделю, вторую адскую неделю, а затем мою третью адскую неделю на тренировках морских котиков и генеральный директор капитан Боуин Он посмотрел на меня, я на костылях, я весь измотан Он говорит Эй, это твой последний раз, когда ты собираешься пройти через это Приятель С, это все У меня было несколько стрессовых переломов, у меня была двойная пневмония, я был измотан И он дал мне несколько месяцев на выздоровление и сказал Это твой последний раз, когда ты проходишь через это Я даже не должен позволять тебе проходить через это снова Вау! Он Стрессовые переломы одни шины на голени, это трудно закончить Начинаю самую тяжелую тренировку, возможно самую тяжелую тренировку в мире, со стрессовыми переломами, и именно тогда я начал не надевать колпачок на тело, если есть разум Каждое утро я просыпался в 3 часа 30 минут утра, в 4 часа утра, шел к своей клетке для ныряния, заходил туда, пока меня никто не видел Брал клейкую ленту и заклеивал ее от передней части стопы до середины икры А я бы надел два черных носка, и поэтому я бежал не используя опору, а используя сгибатели бедра Так что первые 45 минут до часа я испытывал абсолютную мучительную боль Но что мотивировало меня на протяжении всего этого процесса Так это тот факт, что этот ребенок вырос из того, что я нахожусь на самых тяжелых тренировках в мире, в худшей форме за всю свою жизнь А что, если я смогу окончить школу среди этих жеребцов? Они жеребцы, они гладиаторы, в моем классе все здоровы Большинство из них Они не сломаны вот так У них может быть что-то, все больны, проходя через эту тренировку Но если я смогу окончить школу, это все изменит для меня Если я смогу начать самое тяжелое обучение в мире сломанным и окончить его Так что мой разум питался этим Ты теперь из самого слабого человека превратился в самого трудного человека, который когда-либо жил, если ты можешь это сделать Если ты можешь это сделать Жизнь это одна большая интеллектуальная игра И ты играешь в нее сам с собой Это правда? Мне все равно Это помогло мне пройти через тяжелейшие тренировки, начиная с того, что я сломался Там, где большинство людей бросают курить, я только начал И когда ты принимаешь это мышление и учишься его менять, это то, что сделало меня сильным, и мое тело последовало за ним И через три месяца мои стрессовые переломы были исцелены бегом по ним Вау! Я пробежал 7000 миль в 2007 году, с тех пор у меня не было стрессовых переломов, и я не советую этого делать Я просто говорю, что когда разум и тело соединяются, а ты этого не сделал, и ты не даешь себе выхода Единственным выходом для меня в то время была смерть Я собираюсь стать морским котиком Или я умру, пытаясь это сделать И точка И мое тело сказала Вас понял Мы поможем тебе пройти через это Уууу, поэтому когда разум не дает выхода, ваше тело говорит, хорошо, теперь я тебе верю Я собираюсь разобраться с этим вместе с тобой, мы сделаем это, это будет худшая часть своей жизни, но ты выживешь Вау! И как ты слышал в том забеге на 100 миль, который я совершил, я начал понимать все больше и больше, все больше и больше о том, что на другом конце страдания, это жизнь, которую никто не любит, и я не говорю о том, чтобы пойти туда и убить себя, не принимай эти слова и не переворачивай их и скажи, о боже мой Нет Это просто неудобно, я называю это страданием Да, я этого не говорю Это верно Потому что это никуда не годится Я оказался в таком положении, в которое меня вынудила жизнь У меня был выбор У меня был выбор быть этим парнем или тем парнем, который перед тобой У меня был выбор Я выбрал этот путь И я все еще выбираю его Нет, потому что я узнал об этом Я кое-что узнал с этими стрессовыми переломами Я кое-что узнал, столкнувшись лицом к лицу со всеми этими вещами Я узнал совершенно другой мир, вот почему я хожу со всеми своими вещами в черном рюкзаке Я узнал совершенно другой путь Совершенно по-другому, независимо от того, как далеко ты продвинулся в жизни, ты должен быть в состоянии вернуться к тому, чтобы поцарапать в своем сознании в любой момент Ты никогда не сможешь продвинуться так далеко за пределы поцарапать Это значит, что когда ты чего-то добиваешься в жизни, если ты хочешь вернуться к нуля и вернуться в то место за 7 долларов в месяц, где я когда-то жил, и посещать это место в течение длительного периода времени Если бы ты был здесь, когда возвращался в Scratch, ты бы сейчас был здесь Scratch — это то, что делает тебя лучше Царапины, трения, препятствия создают рост Когда ты так далеко продвинулся в игре, трений больше нет Ты думаешь, что есть что-то настоящее Это верно, когда ты достигаешь так многого, трения незначительны Потому что почему? У меня все болит, сегодня я пойду на массаж Я голоден, я сегодня поем Холодильник всегда полон, так что твои удобства сейчас есть, так что твой дискомфорт сейчас очень мал по сравнению с твоим дискомфортом здесь, вместе за 7 долларов в месяц Так что тебе нужно вернуться к полному дискомфорту, чтобы затем поднять свой уровень того, где ты сейчас находишься Я не говорю, оставайся там и оставайся там Приходи в гости И тогда ты повысишь свой уровень Это правильно, всегда совершай однодневные поездки Не оставайся там, а соверши однодневную поездку Поэтому, когда ты преодолеваешь какое-то огромное препятствие и бросаешь вызов любым невзгодам, которые ты навлекаешь на себя Потому что все это кураторский опыт для тебя самого, который ты постоянно испытываешь Что происходит сейчас с тех пор, как это было пять лет назад? Ты бы просто ушел, ты бы не взял медаль, ты бы просто перешел к следующей Что теперь будет? У тебя есть день на размышления, мгновение, десять минут, например, как работает этот процесс А как же тогда ты вернешься к посещению того места за семь долларов, где ты жил? Теперь мне не нужно возвращаться и посещать его, мне не нужно думать о нем, теперь оно живет со мной Каждый день моей чертовой жизни Это чувство, к которому мне нужно было вернуться и подумать, я нашел способ просто иметь его Оно постоянно присутствует У меня есть разговор с самим собой У меня есть разговор с самим собой Это называется моя банка печенья Это постоянное напоминание о Дэвиде Го Каждый день моей жизни Я верю в тишину В ней тишины нет роста Мир слишком шумный Твоему разуму нужна тишина, чтобы ты нашел себя таким, какой ты есть Люди спрашивают, в чем моя цель? Почему я здесь? В наши дни ты не найдешь ее, если только не запрешься в тихой комнате своего разума и не найдешь ее Здесь слишком шумно Для меня я могу быть на оживленной улице Нью-Йорка, сигнале клаксонами, и я иду прямо по улице как ни в чем не бывало Это я и я сам в тихом месте И когда ты постоянно размышляешь о том, кто ты и где ты был, о путешествии, которое ты прошел, о путешествии, которое тебе предстоит пройти дальше, это чувство всегда присутствует Ты не должен позволять миру тянуть тебя так быстро, чтобы ты забыл Ты не должен позволять себе тянуть тебя так быстро, чтобы ты забыл Дело не в том, чтобы оставаться в этом моменте, дело в том, что ты хочешь достичь точки, когда это чувство следует за тобой как дыхание, оно становится частью твоей жизни Частью твоей ДНК Но это похоже на эти мозоли у меня на руках прямо сейчас, они сделаны Теперь они у меня в мозгу Теперь это часть меня Это ежедневный процесс, часть меня И как я возвращаюсь в то место за 7 долларов в месяц, я все время выхожу на улицу и копаю линию огня Я пожарный в дикой местности Мне не нужно этого делать, мне 43 года, я работаю с 27-летними детьми, я новичок Каждый день, когда я новичок, мне кажется, что и Я расскажу тебе историю о том, почему я это делаю Так что я зарабатываю, сейчас я хорошо живу для меня там, где я нахожусь в своей жизни Я был на пожаре в Колорадо, и мы копали линию огня примерно на 50%, это было похоже на склон Мертвой горы И мы пытаемся не дать огню переместиться, и мы выкапываем эту линию огня шириной 14 дюймов или по моей вине 18 дюймов длиной 3 мили 12 из нас сделали это, и это самая тяжелая работа, ты зарабатываешь 12 долларов в час Хорошо? Ничего, ты открываешь свой магазин, типа когда ты заканчиваешь копать, ты просто ложишься, засыпаешь, встаешь и копаешь еще немного Это происходит в течение двух недель, чувак Что ты копаешь? Это похоже на яму, это линия или нет? Значит ты пытаешься спуститься к источнику полезных ископаемых, значит ты пытаешься спуститься к земле Чтобы если огонь движется, он не мог сжечь грязь Значит ты удаляешь топливо Значит ты не только копаешь, ты вырубаешь деревья, это тяжелая работа, но мораль этой истории такова, мне 43 года, мне вообще не нужно этого делать Вот почему я это делаю Я зарабатываю деньги, у меня хорошая жизнь, мне не нужно этого делать И все спрашивают меня, почему я это делаю, вот почему Этот 21-летний парень был там, и ему нужна была пара кроссовок Это все, чего он хотел, пара кроссовок 60, 70, 100 баксов или что-то еще нам легко кроссовки Он посмотрел на гору, на которой мы уже несколько дней копаем эту линию огня и сказал, мне потребовалось бы 5-6 часов работы, чтобы купить эти ботинки, сказал, я не собираюсь их покупать Это взгляд на жизнь, это перспектива жизни прямо здесь, вот та ценность, которую мы теряем Когда в жизни все начинает даваться так легко, это та перспектива, которая была у 21-летнего парня Когда он посмотрел на эту гору и подумал, он посмотрел на свои руки, он посмотрел на количество часов, потраченных на то, чтобы вытащить этот пуласки этот инструмент и расчистить эту землю, а затем срубить эти деревья и переместить их, и на часы работы Он посмотрел на свои ноги и сказал, эти старые ботинки подойдут Это та жизненная перспектива, которую мы теряем И эта история для большинства людей может ничего не значить Это та история, которую я всегда хочу иметь в своей жизни, чтобы ты не терял перспективы того, чего ты достиг в жизни Это правда, мы были в Гватемале Это было в этом году или в прошлом? В прошлом году Мы были в Гватемале в прошлом году Мы поддерживаем благотворительную организацию карандашей обещания, которая строит школы для детей, живущих в бедности по всему миру И каждый год я совершаю поездку, чтобы просто посмотреть, где проявляются наши усилия, ощущаются и предпринимаются И это самые бедные места в Гватемале, Лаосе и Гане Места, где у них ничего нет, нет школ Они живут в маленьких деревнях, они живут в грязи, в хижинах, во всем верно И мы идем и строим эти школы На самом деле мы жители деревни, строим их сами, мы просто финансируем опыт, и они расширяют наши возможности Мы расширяем их возможности, чтобы сделать это так, чтобы они стали владельцами этого Но я пробуду там несколько дней и буду наблюдать, как эти дети так счастливы, просто как карандаш И просто так счастливы, что их семья рядом, и они пойдут и покажут нам свои хижины И как будто они просто так счастливы, что у них есть сообщество А потом я полечу обратно и проеду через Беверли Хиллс прямо сюда, и я увижу, как эти особняки Ты же знаешь, я живу прямо рядом с ними И я просто такой, это дает мне такую перспективу Что тебе не нужно иметь все эти вещи, чтобы обрести покой, радость, связь, близость и все эти другие вещи, которые мы хотим Тебе не нужны эти большие особняки и жить в этом прекрасном месте, мне нравится здесь жить, но это не похоже Перспектива для меня это то, что мотивирует меня продолжать делать правильные вещи, продолжать появляться, продолжать усердно работать, и я думаю, что это правильно Что большинству из нас не хватает этой перспективы в жизни Пока что А реальность такова, чувак, когда мне было семь или восемь лет, все, чего я хотел, это девяносто девять центовый четвертьфунтовый батончик от Хардис И это сделало меня чертовски счастливым Вот и все, чувак, вот и все, ха-ха-ха Да, дело в том, что многие из нас были обусловлены, или некоторые из нас выросли в богатстве или в комфорте, так что мы обусловлены таким образом И мы растем, ожидая, что теперь все должно быть намного проще И мы расстраиваемся, когда у нас что-то не получается Правильно быстро? Да И я всегда говорю об отсроченном удовлетворении Похоже, чем дольше я могу ждать получения удовлетворения, тем больше я удовлетворен Я человек, поэтому когда я заболел так, как заболел, мне фактически пришлось бросить эту гонку под названием Бэдоотер Да, через долину смерти Это был 2014 год, когда мне стало очень-очень плохо Я сошел с дистанции на 50 мили, я пошел в отделение неотложной помощи, и врач сказал Мы не можем найти это, мы не можем найти то, мы не знаем, что с тобой не так Когда я лег в эту постель, так что это безумная вещь в удовлетворении, долгосрочном, я могу наблюдать, как растет трава, но я узнаю вот что Я сидел там, не мог пробежать пол мили, четверть мили, не мог встать с постели, единственная мысль, которая была у меня в голове, я вышел из этой гонки, а затем я сказал себе Однажды я вернусь в Бэдоотер и пробегу ее Я выиграю гонку С тех пор я туда не возвращался С тех пор я туда не возвращался 2019 год, я не говорю, что выиграю ее, я просто сейчас в той форме, чтобы вернуться Я не пробегал дистанцию в 100 миль с 2014 года, потому что я был так болен Я только сейчас, представь какое удовлетворение я получу, добравшись до стартовой линии этой гонки А что, если я смогу ее выиграть? Очень мило 4,5 года, да, представь себе это Из-за такого рода проблем, из-за такой самодисциплины, чтобы каждый день просыпаться, и из-за этих неудач, когда я не могу пробежать даже милю, но я подумываю о том, чтобы пробежать 135 Я не могу пробежать и одной мили, но я подумываю о том, чтобы пробежать 135 миль И с помощью этого процесса угадай, что произойдет, рано или поздно ты сможешь пробежать 10 миль, это может занять год Но это дает тебе все больше и больше надежды на то, что это возможно, и я сейчас нахожусь в том месте, где угадай, что это прямо за углом Большинство людей в те временные рамки, с таким мышлением Я больше не могу бегать, все кончено Нет Это просто займет немного больше времени Ты должен превратить негатив в позитивную причину в конце всего этого Если ты можешь сидеть сложа руки и ждать, если ты можешь подождать 6, 7, 8, 9, 10, 12 годы, когда ты достигаешь того момента, когда заканчиваешь Это чувство в течение 12 лет, допустим, они ждут 12 лет, чтобы добраться туда Это то, что удерживает Тёби уходи, ты должен чувствовать Я хочу, я делаю это в течение одной секунды Годы боли Одна секунда Подумая об этом, ты пересекаешь финишную черту, все кончено, одна секунда Большинство людей так поступают, и в первую секунду все оказывается не так, как они думали, а потом они злятся и расстраиваются, и продолжают переходить к следующему Потому что они никогда не задумываются о том, что они сделали Да МММ Я сделал это в течение 12 лет Дело не в победе Нет Но большинство из нас сосредотачивается на том, чтобы «О, я должен выиграть это, если я этого не сделаю, я расстроюсь» Я достигал всех своих спортивных целей в течение многих лет, а затем через 10 минут был самым злым человеком в мире Я такой злой и расстроенный и отвратительный с людьми, и я бы откладывал свое удовлетворение на годы, чтобы достичь того, чего я хотел, и я тоже никогда этого не понимал «Быть перфекционистом — это худшее, что может случиться с человеком» «Ты никогда не живешь как тогда, когда я сбросил эти 106 фунтов примерно за два с половиной месяца, чего бы мне это ни стоило, это был самый большой трофей за всю мою жизнь» Мне было все равно, закончил ли я обучение морских котиков, мне было все равно То, чего я только что достиг за это время, это грандиозно Я не знаю, не было никакого тренера, не было ничего подобного, и что забавно, в наши дни мы говорим о психической стойкости, это похоже на самое большое желание Когда я вырос, это было просто, смирись с этим Это было просто, сделай так, чтобы это произошло Ты должен был догадаться Это называлось «Разберись в этом, чувак, и все эти самородки, которые я приобрел на этом пути, вот в чем дело» Речь шла не о трезубце, не обо всех этих медалях Dead Gun, не обо всем этом И вот почему я ненавижу даже говорить о том, чтобы быть морским котиком, ты знаешь, я упоминаю истории, люди, о чем вы говорите Это не определило меня Путешествие туда было сложнее, чем пройти через него Ты же знаешь Так вот, что я думаю о жизни, чувак, именно это путешествие делает тебя тем, кто ты есть Да, и в отличие от того, чтобы сосредоточиться на том, выиграл я или нет, что я получил за последние 12 лет И поэтому, когда ты финишируешь сейчас, о чем ты думаешь, как долго ты размышляешь о тех усилиях, которые потребовались для завершения этой гонки или Прошло много времени, недели, годы Много лет Я буду вспоминать об этом сейчас, сейчас бывают моменты, когда я вспоминаю свой первый забег на 100 миль Все еще сегодня И это даст мне точно такое же чувство, потому что то, что я сделал в той первой гонке, когда я был недостаточно подготовлен Я сделал это с уведомлением за 4 дня Я пробежал не более, я думаю, 20 миль за весь год И я сделал это, чтобы собрать деньги для этого фонда Чтобы попытаться попасть в Бэдуотер То, что мне пришлось вытянуть из себя в тот последний раз, так вот откуда взялась эта книга «Жизнь с тюленем» Джесси Ицлер видел меня на этой гонке Да, но он сделал это как команда Да, верно И это то, о чем я говорю с людьми, чувак Я провожу так много времени, люди всегда спрашивают «Почему ты так много бегаешь, ты же пытаешься привести себя в форму» Нет Из того, что я делаю в жизни, большую часть жизни ты один Возможно, вокруг тебя целая команда поддержки, но здесь, наверху, ты один Большую часть того, что я делаю, я тренируюсь для этого, для тех моментов, тех моментов, когда я был на 70-й миле, и мне оставалось пройти еще 30 миль, и у меня была Я обосрал спину и мочился кровью по ноге, мне оставалось пройти 30 миль Кто-то, кто подбадривает тебя, может сделать для тебя очень много Когда ты начинаешь нырять обратно в подвал своего разума и вытаскиваешь все эти, все эти тактики, все эти ментальные тактики, чтобы пройти эти 30 миль Когда ты в худшей форме в своей жизни, и никто не приходит, чтобы спасти тебя, и ты проходишь через это Я не хочу возвращаться туда, например, когда я закончил ту гонку, я лежал в ванне, и моя бывшая жена помогла мне подняться по лестнице, и я лежу в этой ванне И из меня вытекает кока-кола, просто похоже на грязь А ты знаешь, она медсестра, и она такая, она сходит с ума И она выливает на меня душ, а я смотрю на нее, и все, что я хочу сделать, это позвонить директору гонки в Бадуатере и сказать Я прошел квалификацию на гонку, и она думает, нам нужно в больницу Ты знаешь, она звонит моей маме, а у моей мамы есть ее друг-врач, она была у нас, и они сходят с ума, и я сказал, все просто заткнитесь, заткнись Мне так больно за всю мою жизнь, и никто никогда этого не поймет, никто, когда ты так глубоко ушел в себя, и все те чувства боли, которые у меня были, я испытал самую сильную боль в своей жизни, когда-либо А некоторые могут подумать, чувак, ты просто сумасшедший, знаешь, когда ты, когда ты сделал это и ты так много понял самостоятельно, и вся эта боль и дискомфорт, которые я испытывал в той ванне, лежа там, теряя сознание Все это было подтверждением того, что я только что понял Я только что разгадал код Я разгадал код, код, который многие люди не ищут, и я не хотел, чтобы это было оцепенение, я не хотел этого чувства, это было подтверждение Это было похоже на заметки ученого Заметки были здесь, в заметках было все это чувство, это было подтверждением, и никто в то время не мог понять, что я только что сделал Я взломал код человеческого потенциала в себе А я сидел там и думал, о боже мой, это невероятно то, что я только что сделал Так что это то тихое место, это то место, где ты один, это те часы, годы и десятилетия, когда ты один в тисках жизни Когда жизнь держит тебя за горло и душит, а ты сидишь спокойно, потому что пытаешься разобраться в этом, ты не паникуешь, ты не уходишь Ты не едешь в город, ты говоришь, это можно обойти И когда ты поймешь это, когда жизнь зажала тебя в тиски, и ты сможешь это понять, вот тогда ты преодолеешь Вот тогда ты преодолеешь И вот почему я не хочу, чтобы кто-нибудь отнял у меня этот единственный момент в ванне Ха-ха-ха, это сумасшедший, мне это нравится У тебя сегодня есть какие-нибудь страхи? Сегодня у меня действительно много страхов, но мне уже трудно называть их страхами Я больше не использую это слово, они почти говорят, это еще один вызов, потому что все, что заставляет меня испытывать это чувство страха, будет преодолено Оно будет побеждено, то есть это почти похоже на то, что страх мой главный проводник Туда, куда я должен идти Это мой главный путеводитель Так что я не знаю Самая большая проблема для меня это всегда идти Я хочу, чтобы мне было удобно Да Я нормальный человек МММ Я хочу и время придет У всех есть время стать цивилизованными Худшее, что может случиться в жизни с мужчиной, это то, что он становится цивилизованным, или с женщиной, с кем угодно Потому что ты теряешь жажду жизни Ты думаешь, что ты пришел, и как только у тебя появляется менталитет я пришел, это мой самый большой страх Это то, что я нахожусь в той точке, где жизнь пришла ко мне И у меня есть это чувство я пришел Теперь я знаю, что моя жизнь, ибо я знаю, что она закончилась Несмотря на то, что именно там находится комфорт и все остальное, я нашел большую часть жизни в самых неудобных местах в мире, я был самым Дэвидом, Гоггинсом, которого я изобрел Потому что Дэвид Гоггинс был слабым Я никогда не хочу избавляться от Гоггинса, парня, которого я создал, того слабого человека, которым он был раньше, парня, которого я создал, который может справиться с чем угодно Ты не хочешь отпускать этого парня, потому что ты понимаешь, что этот парень был создан Ты не родился им, и это значит, что когда ты устраиваешься поудобнее, Гоггинс начинает умирать, он начинает умирать Это единственное существо из черной лагуны, которое может жить в канализации Который может есть крыс целый день, которому не нужна вода, которому не нужен солнечный свет, ему ничего не нужно, он может просто жить, потому что он знает, что может Это сильный человек, которого ты никогда не захочешь, и это есть в каждом, это самое страшное, это то, что меня так расстраивает, чувак Дело в том, что все хотят навесить на меня ярлык умер, ушел, они забывают первые три главы моей книги Часто для того, чтобы измениться, требуется смерть чьей-то жены или что-то в этом роде Да, что-то в этом роде Нет 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 Ничего подобного Я хотел выяснить, есть ли что-то еще в этом ужасном чувстве чувствовать себя неудачником Могу ли я это изменить? И как только ты поймешь, у меня есть способности, не через твою маму или папу, не через специальную школу, а через тебя У тебя есть способность изменить это Вот что меня так бесит Как только люди присвоят мне этот титул, ты теперь даешь себе бесплатную карточку выхода из тюрьмы и говоришь Он просто сумасшедший, он особенный, он уникален, он такой-то и такой-то, ты только что спас себя От того, что тебе не нужно делать эту работу И именно поэтому я хочу, чтобы люди услышали мою историю Я пытаюсь убрать всю ту чушь, которую ты хочешь на меня навесить Я пытаюсь заставить тебя страдать здесь наверху, чтобы знать Боже мой чувак, ему действительно пришлось пройти трудный путь В нем не было ничего особенного Он не был талантлив, он не был одарен, он не был никем Он не был никем, и он добился успеха Я хочу, чтобы все чувствовали себя неловко рядом со мной Вот и все Потому что я хочу, чтобы ты пошел домой и подумал о себе Подумай о себе, мужчина, потому что ты оставляешь так много на столе для возможностей того, кем ты можешь быть Ты говоришь, что у большинства людей потенциал составляет 40%, на каком проценте находишься ты? Мне нравится говорить, что я живу в 90% иногда в 99% 100% мертвы 100% мертвы? Иногда 99% Иногда 99% Причина, по которой я знаю 99, заключается в том, что первые пять часов моего дня я испытываю очень дискомфорт Во-первых, каждое утро я встаю, и люди думают, что я люблю бегать, но это не так Вот почему я это делаю, и люди не понимают моего менталитета О, тебе это должно нравиться, чувак Нет, бег изменил мою жизнь, потому что каждое утро я знаю, что сделаю это Если тебе нравится каждое утро делать то, что тебе не нравится, я бы делал это каждое утро И угадай, что если бы я просто бегал по часу в день, день это 24 часа, правильно, сколько это процентов? Что такое 1 час из 24, 4%, 5% Маленький процент Но в любом случае, вот почему я знаю, что я на высоком уровне, потому что я на этом уровне, не желая быть таким, знаешь, неудобным Я сажаю себя в подземелье каждый выходной, прыгаю с кровати, начинается Вставай с постели Почему большинство людей проигрывают битву утром, как только ты покидаешь свой прекрасный дом, начинается война В наши дни она начинается еще до того, как ты выходишь из дома, звонит телефон, включаются социальные сети, мир нападает на тебя Если ты не контролируешь то, что ты можешь, чтобы построить эту броню, так что утром я делаю то, что я делаю, я строю свою броню Она ломается каждую ночь, я встаю утром, я начинаю строить броню, давай пробежимся, хорошо? Потом я отжимаюсь, приседаю или подтягиваюсь, иду в спортзал, чтобы сделать растяжку Каждое утро я занимаюсь спортом, ты занимаешься 1 час утром тренировкой? О нет, по утрам я занимаюсь не менее полутора часов, а потом иду в спортзал Так вот это и есть бег, полтора часа бега? Потом я хожу в спортзал, а затем ночью каждую ночь в течение последних пяти-шести лет, около пяти с половиной лет, я пропустил только два дня растяжки по два-три часа Два-три часа в сутки растяжка? Я пропустил всего два дня за пять или шесть лет, примерно пять с половиной лет Вау, растяжка? Вот где я был, так что болезнь, которая у меня была, заключалась в том, что моя поясничная мышца сильно напряглась И это заставило мое тело, короче говоря, в значительной степени задушить меня изнутри Значит, когда ты молод, твоя поясничная мышца, это твоя мышца, сражайся или беги Мы сейчас сидим, мы используем мышцу-сгибатель бедра Когда ты испытываешь стресс, как я всю свою жизнь из-за страха перед своим отцом Это туго, все твое тело напряжено, тогда я выбираю такую работу, как быть морским котиком, это еще туже А потом я подвергаю себя стрессу, он просто сжимается все туже и туже, пока не превращается в тиски А тебе нужен здоровый кровоток по всему телу Я не получал ничего из этого, поэтому я так сильно старался в жизни Люди говорят, вы ведь так много бегал Нет, извини, жизнь Да, эмоциональный стресс сделал меня просто напряженным, так что теперь я не мог сидеть здесь и 10 секунд, и я такой, я был ранен Что это сделало со мной, так это позволило мне быть еще более открытым, еще более непредубежденным Я растягиваюсь, я удлиняю свое тело, это удлиняет мой разум, расширяет возможности, я успокаиваю себя, поэтому в утреннее время я строю броню, я смотрю в лицо миру Ведь теперь я знаю, что на этом пути каждый день будут какие-то разочарования Такова жизнь Но если ты столкнешься с разочарованиями уже в победе, то я могу контролировать то, что я могу контролировать свой бег Я могу контролировать то, как выглядит мой дом, как устроен мой мир, я могу контролировать это, поэтому я победил Открой мою дверь в жизнь Жизнь начинает бить меня, но я встречаю ее лицом к лицу в бронежилете, который я создал И теперь я встречаю жизнь лицом к лицу с надлежащими инструментами В отличие от того, что я нажал на кнопку повтора, я опаздываю, в моем доме беспорядок, в моих мыслях беспорядок Теперь жизнь уже обошла тебя, так что ты открываешь дверь, и теперь жизнь бьет тебя, и ты уже разочарован, ты уже в этом тревожном режиме, у тебя уже стресс А потом жизнь начинает все больше наваливаться на тебя, ты возвращаешься домой, ты измотан, и так бывает в жизни со всеми Ты должен жить и побеждать что можешь, и создавать бронежилеты, начинай мозолить разум, чтобы быть готовым к битве за пределами своего дома, потому что она придет И это то, что я понял в юном возрасте, у меня не было бронежилета У меня не было мозолей, поэтому когда жизнь обрушилась на меня, я побежал, я поджался, я жил в позе эмбриона, пытаясь убежать от жизни Я не был защищен, я не защитил себя, у меня ничего не было, поэтому я начал понимать, я должен сформировать броню, чтобы мне не пришлось лгать тебе, чтобы понравиться тебе Поэтому я не подхожу к людям, чувствующим себя неуверенно, и не говорю, что у меня есть все эти материальные вещи, которых у меня нет Когда у тебя есть этот бронежилет, ты говоришь людям, эй, чувак, я не очень умный, но я очень стараюсь Я не фа, я не выиграю эту гонку, но я бегаю последние четыре года каждый день Это тот менталитет, который тебе нужен Посмотри на людей знающих Я знаю, что у тебя и у всех остальных есть проблемы Так почему же я? Почему я беспокоюсь о том, как кто-то думает обо мне? Мы все здесь в одной лодке, некоторые лодки, может быть больше других, но у всех нас есть проблемы Так, и быть, мы все в одной лодке Некоторые из нас готовы не лгать об этом Я сейчас нахожусь на том этапе, когда мне уже все равно, потому что почему Почему я могу продолжать здесь и рассказывать людям, какой я хреновый? Ведь я столкнулся с ними лицом к лицу Они больше не определяют, кто я такой Это не я, это был я Они больше не контролируют тебя, да? Когда ты тренируешься утром или вечером, или растягиваешься ночью, о чем ты визуализируешь или думаешь? А это полуторачасовая пробежка и спортзал, иногда это дольше От часа до полутора часов, это минимум Если я участвую в гонке на сто миль против, как сейчас, я начинаю наращивать свои мили, потому что я готовлюсь к гонке в январе Ты знаешь, это может занять два, два с половиной, три часа Потом, как только я прихожу домой, сразу же иду в спортзал Итак, я вымотан, я устал, у меня обезвоживание, низкий уровень натрия, все такое, и вот тут-то и кроется грань Это верно Потому что все, что я хочу сделать, это все У меня была долгая пробежка, мне жарко, я обезвожен Это правильно Так вот, когда это произошло, потому что в гонке за жизнью жизнь не даст тебе стакан воды, когда ты хочешь пить И я это понимаю И снова люди сказали бы, боже мой, твоя жизнь ужасна Это не так Вот как я живу Вот как я живу, это то, чего я хочу, я никого не осуждаю Вот как я живу и там, если в этом мире нет таких людей, как я, с таким менталитетом Это не похоже на Дэвида Гоггенса, иди пробеги 200 миль Возьми что-нибудь из этого, возьми что-нибудь из этого, вспомни, с чего я начал Тебе не нужно идти туда, куда я пошел, я зашел так далеко Потому что я начал открывать разные двери в подвал в своем мозгу Боже мой, возможно ли это? О боже мой, это возможно Неужели это возможно? Я начал открывать разные отделения Ты можешь оставить их закрытыми, мне все равно Так что я делаю это сейчас по утрам, потому что жизнь не даст мне бесплатную карточку на выход из тюрьмы И если я приду сюда на этот подкаст и буду говорить об этом, я должен жить так, как я говорю Поэтому, когда ты пришел из мира, где привыкли много лгать И моя главная задача столкнуться со всем этим дерьмом Я не могу сказать тебе то, чего я не делал А почему бы и нет? Когда ты начинаешь формулировать этот характер Этот этический кодекс, этот идеал, которым живешь ты, а не кто-то другой, твой собственный Я не могу сказать тебе чего-то, чего я не делал Почему? Потому что это будет преследовать меня Ты сейчас пьешь Кул Эйт, многие люди пишут книги о самопомощи, умственной стойкости и прочей ерунде Половина из них живет в соответствии с этим стандартом Половина из них живет в соответствии с этим стандартом Ты должен быть в состоянии практиковать то, что проповедуешь Это должно быть с тем, кто ты есть Вот почему, когда люди говорят, боже мой, когда ты говоришь о чем-то, это так страстно Потому что ты заставляешь меня заново переживать свою жизнь Это не очень комфортная жизнь Эта жизнь была создана сама собой Эта жизнь была заработана И если людям это нравится, здорово, если нет, так тому и быть. Ночью я ни о чем не думаю. Когда я потягиваюсь, это мое время. Это мое время, чтобы расслабиться и зарядиться энергией на завтра, потому что почему бы и нет, умственная выносливость, это не класс. У нас был такой класс, который они разработали, съешь слона по кусочку за раз, разговор с самим собой, визуализация, контроль возбуждения, все это здорово, все это здорово. Это должно быть стилем жизни. Ты ежедневно работаешь над умственными мозолями, потому что твой мозг, твой разум, твой мозг, это не столько мышца, сколько мышца, ты ее потеряешь. Ты потеряешь способность страдать в худшие времена, если будешь выходить из этого слишком долго. Если ты сможешь поднять 315 фунтов и перестанешь ходить в спортзал на месяц, я гарантирую, что ты больше не сможешь поднять тот же вес. Все истории, о которых я говорил сегодня, все, что описано в этой книге, если бы я пошел и сказал, у меня все хорошо. Я получил все эти знания, если я остановлюсь сегодня, знания исчезнут. Мне пришлось бы копать глубоко, чтобы достать его. Я не хочу копать глубоко, чтобы достать его. Я хочу иметь возможность вспомнить об этом прямо сейчас. Вот почему я делаю эти вещи. Я знаю, к чему приведет мое бездействие. Я хочу спросить тебя еще о многом, но я хочу попытаться завершить это здесь тремя заключительными вопросами. Я даже не дошел до конца вопросов, которые у меня здесь есть. Я просто так вдохновлен всем происходящим. Но если вы, ребята, еще не купили это, вы можете сделать предварительный заказ прямо сейчас, опять же, это не повредит мне, овладейте своим разумом и бросьте вызов шансам. Убедитесь, что вы, ребята, купили эту книгу, купите несколько экземпляров для друзей, раздайте их в качестве подарков. Это будет одна из самых сильных вещей, которые вы кому-то дарите. Это называется на самом деле мне любопытно, я этого не делал, я спросил тебя о самом большом уроке от твоей мамы. Но мне любопытно, какой самый большой урок, по мнению твоего отца, ты получил, сказал ли он это на самом деле, или ты это заметил? Я это заметил. Так что я наблюдал это от своего отца. Когда я уезжал, я был молод. У меня была точка зрения молодого мужчины, молодого ребенка на моего отца. Поэтому, когда мне было 22 года и я весил 300 фунтов, я вернулся к своему отцу, потому что я хотел убедиться, что то, что я видел в 8, то же самое, этот парень. Это мой отец. Я не хочу не разговаривать со своим отцом, чтобы он не сделал, чтобы я не видел. Но было ли это глазами маленького ребенка? Так что в 22 года я вернулся назад и смог рассмотреть его как мужчину, как хрупкий мужчина, каким я и был, но я смог рассмотреть его. И благодаря этому процессу, благодаря этому, так что к этому моменту моей жизни я исследовал себя и понял, что у меня целая куча проблем. Это очень важно. Некоторые из них были от него, некоторые от людей, которые издевались надо мной, многие были от меня. И зная, насколько я запутался, я смог рассмотреть всех вокруг. Я обследовал его, и я обследовал его, чтобы знать, Боже мой, неуверенность, которой у тебя должна быть, проблемы, которые у тебя должны быть внутри, я не хочу их иметь. Я происхожу от своего отца. У меня есть то, что есть у него, и я не хотел быть им. Почему он смеялся надо мной, моим братом, почему он избил меня до полусмерти, моего брата, мою маму? Это исходит из темного места, небезопасного темного-темного места, почему он распутничал, почему он продавал проституток, почему он стал профессионалом. Все то, что он делал. Хорошему человеку не нужно этого делать, полноценному человеку не нужно никого ломать. Все, что они делают, это хотят построить тебя. Так что любой, кого ты встречаешь, кто называет тебя не по имени, кто издевается над тобой, кто портит тебе настроение, кто заставляет тебя чувствовать себя не в своей тарелке, они имеют дело с чем-то глубоко укоренившимся. Да, с некоторыми людьми нужно говорить вежливым тоном, чтобы помочь им, в этом есть разница. Ты должен быть жестким, я жесток к людям, но это исходит из хорошего места. Самый большой урок, который он мне преподал, состоял в том, как не быть таким. И именно поэтому я должен был исправить то, кем я был, потому что неуверенность заставляет всех вокруг чувствовать себя адом. И это единственное, чего я не хотел, чтобы кто-то чувствовал. Вот почему я никого не осуждаю. Куча белых называли меня ниггером. Я был таким, куча людей причинили мне боль, я никого не осуждаю, потому что я знаю, откуда это взялось. Я знаю тебя, когда-то я был тобой. Вот почему сейчас там, где я нахожусь, ты получаешь бесплатную карточку выхода из тюрьмы, тебе нужно помочь себе. Ты не издеваешься надо мной, чувак. Это так, я в порядке. Я в порядке. Я знаю, что с тобой не так, потому что когда-то я был тобой. Поэтому я начал изучать людей, изучать себя, исследовать свою тьму, понимая, каким я не могу быть, но я получил это, изучив его. Сказал, я не могу быть таким. Это мощный урок, так что это хороший урок, что он продумал тебя до конца. Как ты реагируешь или реагируешь, когда кто-то говорит тебе что-то негативное или подрезает тебя в машине? Или каждый день в жизни происходит что-то такое, что потенциально может тебя расстроить? Ты реагируешь, ты реагируешь, ты ничего не делаешь, ты обнимаешь их, я имею в виду, каков процесс для тебя сейчас. Раньше этот процесс был злым Дэвидом Гоггинсом. Да. Это был прежний я. Прежний я затеял бы драку, пошел бы и сделал все что угодно. В этом процессе моей жизни, когда ты дойдешь до того момента, в котором я нахожусь, и да, я все еще буду в машине, и я поговорю со своим женихом. Этот придурок, что бы там ни было или что бы то ни было. Теперь я знаю, что могу обострить проблему, которая на самом деле не является проблемой. Теперь я знаю, что у меня есть дроссельная заслонка, и это благодаря самоанализу. Разве это важно, разве это большое дело? Это то, к чему мне нужно подойти с вовлеченностью третьего уровня, типа, мы собираемся это сделать. Или это вовлеченность второго уровня. Так что теперь ты должен быть достаточно зрелым, а я действительно большой ценитель зрелости, потому что я никогда не был зрелым в течение стольких лет. С возрастом и знаниями ты должен привнести зрелость. Возраст не означает, что ты зрелый, это значит вернуться назад и сказать, «Окей, чувак, послушай, я нахожусь на переломном этапе своей жизни, что такое умный?» Если я сделаю это, я смогу увидеть будущее. Я вижу, что если я сделаю это, это произойдет. Я собираюсь усугубить эту проблему. Это оправдано? Есть некоторые вещи, которые дают мне право усугубить проблему. И это то, что я сейчас делаю. Я провожу это через определенный процесс. Да. Это входит в рейтинговую программу? Это называется три истины. Я задаю этот вопрос каждому в конце, это называется три истины. Представь, что это твой последний день, и ты можешь выбрать день, когда захочешь. Ты можешь жить столько, сколько захочешь, ты выбираешь день, но тебе твоему телу пора уходить, верно? Ты создал все, что хотел создать, ты был на уровне 99% потенциала столько, сколько ты можешь жить, ты сделал все это, ты отметил в списке. Что все, что Бог говорит, что ты должен был сделать, это произошло. Написаны книги, все, что ты хотел сделать, сделано. Но по какой бы причине ты не взял все свои письменные тексты, видео и аудиоматериалы, которые есть в мире, ты должен взять их с собой. Но ты должен записать на листе бумаги три вещи, которые, как ты знаешь, являются правдой обо всем твоем опыте, и это то, что ты оставил бы позади. Три урока или то, что я люблю называть тремя истинами. Каковы, по-твоему, твои три истины? Первое из них, ты сам себе герой. Ты сам себе лидер, ты сам себе хозяин. И это очень важно, потому что мы боготворим стольких людей, и мы хотим быть ими, мы хотим быть кем-то другим, и при этом ты теряешь весь потенциал того, кто ты есть. Ты подражаешь, ты становишься ими, ты, это они, ты становишься ими, и ты теряешь себя. И мы равняемся на стольких людей в этом мире, которые подведут нас, мы же люди. Я подведу тебя, ты кого-нибудь подведешь. И когда ты возводишь его на пьедестал, ты теряешь время, когда этот человек подходит и опускает тебя. Ты должен нести ответственность за то, чтобы быть своим собственным героем. Вот что это значит. Ты берешь на себя такую полную ответственность за то, кто ты есть, ты сосредотачиваешься на себе и только на себе, чтобы стать лучшим человеком, которым ты можешь быть для других. Потому что мы многое оставляем на столе, не изучая, кто мы есть. И поэтому ты умираешь, так и не узнав о своем величайшем потенциале. Это одно из них. Самое большое, что я бы сказал, это никогда не выбирать легкий путь. Никогда. Никогда. И это всегда восходит к менталитету героя, никогда не выбирай легкий путь. Никогда в жизни. Это единственная дорога, которая ведет к гибели. Это гибель. Если ты хочешь что-то вроде шестиминутного пресса, все эти разные вещи, которые люди хотят сделать, так быстро. Ты можешь достичь того, чего хотел, но ты хочешь постоянного исправления. Постоянное исправление приходит с трудного пути. Трудный путь дает тебе постоянные результаты. Легкая дорога дает тебе быстрое решение, ты вернешься к тому, с чего начал, по легкому маршруту. Этот трудный маршрут настолько постоянен, что в конечном итоге ты везде натрешь мозоли. Везде. Продолжай в том же духе. Потому что ты знаешь, какая работа на это уходит. И это последнее. Когда ты достигнешь того, чего хочешь в жизни, ты наконец достигнешь этого, ты наконец достигнешь этой точки, и ты там, и ты чертовски счастлив. Осознай это, ты еще не там. Когда у тебя появится такое чувство, что ты пришел, бойся. Бойся по-настоящему. Потому что сейчас ты начинаешь это делать. Медленно умирай. Либо тебе становится лучше, либо тебе становится хуже. Ты уже не остаешься прежним. Пока ты не доберешься туда, где по-твоему путешествие закончилось, и ты не откинешься на спинку стула и не скажешь, я прибыл, я на горе Эверест. Я поднялся на 29 029. Лучшее, что можно сделать, это как можно быстрее спуститься с этой чертовой горы и начать восхождение. Найди следующий подъем. Я думал, что запишусь на другое мероприятие. Пришло время до еще одного соревнования на выносливость. А, страшно. Где мы можем связаться с тобой онлайн? Где тебе нравится? Когда ты тратишь пять минут в месяц, где это место? Мои социальные сети, будь то Twitter, Instagram или Facebook, это все, это просто Дэвид Гоггинс в Дэвид Гаггинс. Ты должен больше постить, пусть кто-нибудь из твоей команды публикует больше, потому что они потрясающие. О, это все, что у тебя есть, круто. Да. Это весь мой материал, это все, кто я есть. Вот почему я публикую посты раз в неделю. Раз в неделю. Каждый понедельник ты будешь получать сообщения. Вот и все. Это видео, которое вдохновит тебя на то, чтобы сказать, хорошо, мне нужно хотя бы еще пять минут потренироваться по крайней мере над чем-то. Я хочу поблагодарить тебя, Дэвид, за твою настойчивость, твою трудовую этику, твою страсть, а также за твое чистое настоящее сердце. Потому что я просто встретил тебя в первый раз. Мы вошли вместе, как будто я мог сказать, насколько ты реален, и ты просто парень без всяких б. Невзгоды, которые ты преодолел, это безумие. Очевидно, что люди преодолели больше, чем ты, я и многие люди в мире, но то, что тебе пришлось преодолеть физически, психологически и эмоционально, невероятно. И видеть, что ты не был статистом, а вместо этого каждый божий день принимал решение быть чем-то большим, действительно вдохновляет. И я знаю, что это повлияет и вдохновит многих людей. Так что я благодарю тебя за твое сердце и за то, что ты вдохновляешь меня, ты знаешь, я думал, что много работал. Но это похоже на то, что я чувствую, что ничего не делаю в своей жизни, так что ты вдохновишь меня продолжать брать на себя большие обязательства. И у тебя больше обязательств двигаться вперед прямо сейчас, так что я ценю все, что ты делаешь, чувак. И я в восторге от того, что это произойдет. Пожалуйста. Мой последний вопрос. Каково твое определение величия? Знаешь, что мое определение величия таково? Это не определение, это пример. Это и есть величие. Истинное величие. Давай предположим, что я величайший теннисист всех времен, хорошо? Давай предположим это. Я ненавижу теннис. Но давай предположим, что я величайший теннисист всех времен и народов, и я отыграл 22 года, я выиграл все турниры Большого Шлема, я победил Роджера Федерера. Я лучший в истории. У нас интервью, и ты говоришь о моем величии, о том, чего я достиг, а я на пенсии, больше не играю в теннис, уже много лет не прикасался к ракетке. И ты заставляешь меня возвращаться к своей жизни, ты целуешь меня в задницу. О том, какой я замечательный, и я отвечаю на твои вопросы. На каждый вопрос я отвечаю. Я с тобой. Но в глубине души я думаю только о том, сколько раз я мог выиграть те матчи, которые проиграл, не проявив своего наилучшего настроя. Тебя преследуют все возможности, которые ты упустил, не проявив себя с лучшей стороны в то время, когда ты мог выиграть, но ты не выиграл, потому что позволил жизни вмешаться в этот единственный шанс. Когда ты сидишь там, готовясь подавать на матч, и твой разум думает не о том, где нужно разместить мяч, а о том, что твоя семья такая-то или такая-то на работе, или та-то на работе. Это же величие. Величие – это твое воспоминание о каждом выстреле, который ты пропустил за свою двадцатью с чем-то летнюю карьеру. В каждом кадре ты можешь вернуться назад и сказать, я был здесь, этот человек был там в красной рубашке. Величие – это быть настолько осведомленным о времени жизни и о прошедшей секунде, и ты можешь вспомнить это так, как будто это было вчера. Величие в том, чтобы вернуться туда и больше не повторять ту же ошибку. И чтобы тебя это преследовало. Это и есть величие. Дэвид Гоген, спасибо, чувак. Цени это. Спасибо тебе. Спасибо.